Есть люди, которые думают, что о своём теле не надо заботиться, надо позаботиться о душе, о своих мыслях. Но одно от другого неотделимо. И когда мы встаём на путь изменения себя, то абсолютно недостаточно работать только со своими мыслями, чувствами, энергиями, медитировать и многое другое. Это тоже очень важно. Это неотъемлемая часть нас, наши мысли, чувства, энергии. С этим обязательно надо работать. Но они неотделимы от нашего физического тела, потому что тело — это храм души. И есть такое выражение — в здоровом теле здоровый дух. Это работает в обе стороны. Здоровый дух в здоровом теле и в здоровом духе здоровое тело. Одно от другого неотделимо. Есть разный путь работы с собой. Это путь сверху, когда мы начинаем работать со своими энергиями, через медитацию, через осознание, работу со своими мыслями и чувствами. Это путь сверху. Чаще всего им пользуются мужчины. И есть такой женский путь, потому что чаще женщины с этого начинают, это путь снизу, с тела. Так вот, по опыту, по своей практике могу сказать, что когда мы очищаем своё тело, автоматически меняются мысли и чувства, и энергетика. Даже если мы об этом не задумывались. То есть если мы не ставили перед собой целью поменять свою ментальность, поменять свой характер, свои привычки, поменять своё взаимоотношение с собой и с миром, когда мы начинаем работать с телом, это происходит автоматически, само по себе. Потому что когда тело освобождается от грязи, любой, да, будь то паразиты, будь то яды какие-то, то очищаются и наши тонкие тела. Это происходит просто автоматически. Я это говорю для того, чтобы люди понимали, насколько важно заниматься своим физическим телом. Мы живём в физическом теле. Мы живём не в астральном теле, да, у нас есть физическое тело, которое очень много потребляет энергоресурса. Мы думаем телом, мы думаем телом. У нас есть мышечная память, да. Самая сильная память – это мышечная, которую невозможно забыть. Если мы однажды научились ездить на велосипеде, мы никогда в жизни не сможем забыть, как ездить на велосипеде, даже если сильно захотим. Это мышечная память, которая у нас в мышцах. То есть понимаете, насколько сильно тело влияет на нашу жизнь. В мышцах записано, в мышцах, в нервных клетках записаны все программы, с которыми люди пытаются работать через осознание, медитацию и многие другие практики, не затрагивая тело. Так вот, когда мы начинаем работать с телом, с мышцами, с органами, с кровью, с лимфой, с кишечником, с нервной системой, будь то травами, будь то голоданием, будь то соками, будь то питанием, у нас начинает по мере очищения нашего тела меняться ментальность. Мы начинаем по-другому думать, по-другому чувствовать. Это происходит непроизвольно, даже если человек этого не хотел. Поэтому всех, кто хочет встать на путь изменения себя, я призываю заниматься своим физическим телом. Вы можете даже забыть о том, что нужно промедитировать, сделать зарядку. Для кого-то это важно. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Спорт, движение. Но это неотделимо от нашей работы с физическим телом. Поэтому очень важно чистить тело. И по мере очищения тела вам будет легче и спорт даваться. Просто автоматически это будет происходить. Я не занимаюсь спортом, начиная там, не знаю, в школе. Последний раз я спортом занималась. Это было до 15-летнего возраста. Я могу с любым спортсменом встать, пробежать, пойти в гору. У меня показатели будут не хуже. Я не бегаю по утрам кросс. Я не отжимаюсь, не приседаю. Но просто само тело находится в тонусе, потому что оно чистое. Это отмечают все, кто встает на путь очищения тела. Очень ярко про это пишет Шаталова. Шаталова, да. То есть Шаталова прям вот приводит показатели, что люди просто переходят на другое питание, да, чистят тело. И у них показатели порой либо такие же, как у спортсменов, либо выше, чем у спортсменов. Потому что чистое тело, оно многократно энергичнее. В нем многократно больше энергии свободной. Потому что энергия поглощается на утилизацию отходов. Поэтому я это говорю для тех, кто сомневается, да, может, ну его это тело, да. Я там буду бегать, я там буду медитировать, полдня медитировать, полдня бегать. И все само собой рассосется, не рассосется. Так вот, когда мы занимаемся телом, автоматически тело становится гибким. Чистое тело это делает само. Само это делает. Понимаете? Могу на мостик встать, но не буду. Да. Могу отжаться, могу подтянуться. Но я это не делаю никогда, я не тренируюсь. Могу пробежать сколько надо. Могу в гору подняться сколько надо. Но я не тренируюсь. Я это говорю для тех, кто говорит, что спорт там. Ну его эту противопаразитарку там, я не буду чиститься. Я буду там. Спорт и медитация. Нет. Чистое тело это делает само. Само. Это как мотиватор, да? Для того, чтобы заняться телом, телом заняться. Наше тело, оно настолько, ну оно, оно удивительное. И когда мы занимаемся своим телом, то потом и спорт, и что хотите. Хотите, вот что хотите, все в ваших руках. Оно все потом, оно все вот по мгновению волшебной палочки приходит само. И это можно в любом возрасте, в любом. Понимаете? Я тренировалась садиться на шпагат в четвертом классе. С какими-то 12 лет было, я последний раз тренировалась садиться на шпагат. Вот. Я полгода меня растягивали. В 12 лет, когда гибкость должна быть, да? В 12 лет я полгода меня, ну, растягивали, я села на шпагат. Потом я никогда больше не тренировалась. И тогда, когда тело почистило, ну вот, ну, на данный момент, да? Я пыталась садиться на шпагат потом многократно. В 30 лет я не могла сесть на шпагат. Ну, то есть само тело, да? Гибкость тела, мышечная вот эта вот энергетика, оно все приходит именно на чистое тело. Сколько мы это грязное тело не гоняй, да? Там, по спортзалу, мы будем гонять только грязь, которая в лимфе и в крови. Мы будем постоянно гонять эту грязь. Так вот, когда тело чистое, да, оно само в тонус приходит. Оно само в тонус приходит. И там уже, ну, любые рекорды можно ставить, какие захотите. Задержки дыхания есть момент, да? Люди вот тренируют задержку дыхания. Я ее не тренирую никогда. Я могу сейчас задержать на выдохе. На выдохе дыхания у меня будет 60 секунд. Но я никогда это не тренирую. Это просто потому, что тело чистое, без тренировок. По поводу задержки дыхания, не знаю, может, вы не в курсе, да? Есть методика задержки дыхания на выдохе для концентрации углекислого газа в организме. Потому что идет защелачивание тела в это время. И, ну, это как методика очень рабочая. Но если ее практиковать на грязное тело, то люди могут годами тренироваться и не достигать результатов. Если это чистое тело, особенно утром вот проснулся, да, не попивши, не поевши, задерживаем дыхание. У меня две минуты вообще спокойно. Я могу на выдохе, не на вдохе, на выдохе задержать. Если я уже попила, поела, то у меня 60 секунд идет. Вот, на выдохе задержка дыхания. Это показатель того, что тело чистое. И каждый из вас может это сам проделать. Делается вот так. Вдох, выдох и на выдохе задержка пошла. Только не надо говорить там ничего. И считаем, засекаем на секундомере, сколько мы секунд. Чем меньше у нас задержка дыхания, тем у нас более закислен организм. Чем у нас больше задержка на выдохе дыхания, тем у нас более ощелачен организм. Вы можете сами провести эту диагностику. Но это утром нужно натощак сделать. Утром проснулись, выдохнули. И секундомером посмотрели, когда захочется, когда уже не сможете терпеть. Вот, ну, пока захочется вдохнуть, да. Субтитры сделал DimaTorzok